Когда мне прислали этот проект, этого секретного плана, я его прочитал и своему источнику пишу, слушай, это что, прикол что ли? Он говорит, нет, это вот так наши генералы готовятся на случай, если около Кремля засвистят пули. Они уже заранее готовят личный состав ФСО к этим военным событиям. Я, честное слово, не поверил. Когда я стал разбираться, дальше посмотрел, кто отвечает за этот план, за его реализацию. Это генерал ФСО Александр Комов. Я посмотрел, что его называют генерал-звездочет, поскольку у него есть группа консультантов, в которых состоят астрологи, разные роды черные маги, экстрасенсы. Сам он согласовывает свои действия с космосом. Я понял, что вполне логично у этих людей в мозгах именно вот эти угрозы. Какие угрозы? Это, понятное дело, СМИ, радио, соцсети, книги, брошюры, листовки и плакаты. Кроме того, агенты иностранных разведок, как указывается в плане, то есть условный противник, может задействовать общественные движения, неправительственные и религиозные организации, которые могут не только дотянуться до офицеров ФСО, но и до их родственников. Они уточняют, как враг может действовать. Программные и аппаратные закладки, содержащие, значит, визуальные эффекты, психокорректирующие игры, химические и биологические рецептуры психологического действия, компьютерные псевирусы и программы скрытого воздействия на операторов электронно-вычислительной техники. Так, мне, вот простите, Сергей, мне эти все слова непонятны. Даже что такое психогенератор? Так я сейчас объясню. Псигенераторы, низкочастотные акустические генераторы, рекламную продукцию может враг использовать, а также предметы повседневного обихода в подготовленной упаковке. Я вот над последним думал, что значит предметы повседневного обихода в упаковке? Спичечный коробок. Нет? Нет, я так понимаю, офицер ФСО пришел в магазин, купил курицу, разворачивает ее, а на бумаге, значит, написано «Рус Иван, сдавайся». Я так понимаю, но это немцы такое, использовали там, раскидывали листовки, другого объяснения не вижу. Потом психогенераторы. Что это вообще такое? Псигенераторы, они вообще предназначены для ремонта аппаратуры. То есть там прогоняют вот эти импульсы и смотрят, где какая есть поломка. Ну, с другой стороны, а как все эти приборы, психогенераторы пронесут в Кремль? Я совершенно не понимаю, да, как, где полно камер, значит, пронесут в Кремль, установят и, значит, будут облучать и давать импульсы на Путина. Да, и на, значит, сотрудников ФСО. В числе главных угроз генералов ФСО видят такие псевирусы. То есть заранее в интернет, там, в телефоны, планшеты, в компьютеры офицеры ФСО, значит, внедрят какие-то псевирусы, они будут на них действовать. И офицеры кремлевской охраны не смогут оказывать сопротивление противнику. Но вот тут это вообще, по-моему, зря включили вот этот пункт, поскольку офицеры ФСО, особенно в ночное время в Кремле, массово посещали порно-сайты зарубежные. Интернет вообще отключили и запрещено во время дежурства пользоваться телефонами, планшетами, компьютерами, ноутбуками и так далее. Так что зря тут боятся генералов ФСО, что через эти пси, как там о них, псевирусы будут влиять на кремлевскую охрану. Интересно, не знала про увлечение порно-сайтами. В ночное время. Психо-корректирующие игры. В числе угроз они видят. То есть, вообще-то, это психо-корректирующие игры применяют психологи для детей, как правило, чтобы у детей пропали вот эти ночные страхи и чувство одиночества и беспокойства. Вот как на практике все это будет действовать? Да, где в эти игры будут играть ФСО? Да, да. Причем психологи-то используют для этих игр, значит, куклы животных и людей. Как все это будет выглядеть на практике, вот мне интересно. Значит, агент иностранной разведки принесет куклы, животных, людей, да, и придет офицер, и они будут, значит, играть. Ну, что за бред? Я совершенно не понимаю. Вот. Но, с другой стороны, сама личность генерала Александра Комова, ФСО генерала, да, который советуется с космосом, у которого есть внештатные консультанты, астрологи, маги, там, экстрасенсы. Я допускаю, что человек живет в каком-то параллельном мире, тем более он советуется с космосом, с какими-то звездами, там, смотрит звездочетами. Я правильно понимаю, что бороться вот с этими психокорректирующими играми, психогенераторами и, значит, курицей с агитками, они собираются тоже какими-то несколько бредовыми методами? Ну, да, там в числе, значит, контрмер, это предусмотрено контрвнушение, беседы с психологами из ФСО. Значит, если они вдруг заметят, что у какого-то офицера ФСО поехала крыша, к нему должны прикрепить правильно подкованного сотрудника, либо отправить в госпиталь. Но в числе еще мер предусмотрены, значит, коллективные походы в музей ФСО, когда будет военная опасность, да, когда надо, в общем-то, брать оружие в руки, занимать выгодные позиции. Там предлагается, значит, сходить в музей ФСО, рассказать о подвигах сотрудников ФСО, а также коллективный поход в храм иконы Божьей Матери на Красной площади. То есть, я так же... Ну, недалеко, да, видимо? Да, да, я даже не представляю, там взрывы будут, будут взрывы, летать самолеты, бомбы, там, ну, к примеру, я так... Личный состав вот этого оперативного управления ФСО будет в храме. Вот такие...